На фоне приковавшей внимания всего мира встречи президентов России и Соединенных Штатов, проходившей 16 июня в Женеве, практически незамеченным осталось другое событие, произошедшее в тот же день и также в Старом Свете. В Брюсселе были представлены доклад Европейской комиссии о перспективах развития отношений с нашей страной, а также разработанная на его основе внешнеполитической службой Евросоюза концепция этих отношений. По правде говоря, даже самое беглое ознакомление с этими плодами коллективного творчества и даже, возможно, мозгового штурма еврочиновников ничего кроме полнейшего недоумения вызвать не может. Так и хочется задать вопрос, вы это серьезно? И дело тут даже не в самой, что не на есть отборнейшей русофобии уровня наихудших периодов Холодной войны, а в том, что создатели программы, на основании которой предстоящий 24-25 июня саммит лидеров стран ЕС должен выстроить стратегию и определить тактику взаимоотношений с нашей страной, сотворили нечто совершенно неудобосказуемое. По сути дела, концепция, о которой у нас пойдет речь, является попыткой смешать белое с черным, поменять местами вверх с низом, свести воедино то, что никоим образом объединено быть не может. Гений из Брюсселя предлагает добиться максимально выгодных для них отношений с Россией путем продолжения ее третирования и усиления нападок на нее. Как такое возможно? Попробуем разобраться в деталях. Русофобская матрица, уж не знаю, какие чувства испытывал глава европейской дипломатии Жозеп Борель, старательно и вдохновенно излагая суть и смысл той откровенной ахинеи, которую умудрились измыслить его подчиненное, но мне, к примеру, было неловко. Обычно такое чувствуешь, становясь свидетелем того, как неглупый, вроде бы человек, принимается с серьезным видом говорить ерунду. По словам Мсье Бореля, европейское сообщество намерено не только противодействовать России со всей возможной силой коллективного единства, но также и взаимодействовать с ней. Да как же можно притягивать и отталкивать одновременно? Это противоречит фундаментальным законам, изложенным в учебнике физики для средней школы. Ваш разум уже стучится когнитивный диссонанс? Погодите, то ли еще будет, ведь в Брюсселе собираются еще и сдерживать нашу страну, а вернее, исходящие от нее гибридные и прочие угрозы. Это, вне всяких сомнений, значительно поспособствует развитию более стабильных и прогнозируемых отношений с Москвой, которым, если верить авторам концепции, они, собственно, и стремятся. На первый взгляд, отыскать в подобных намерениях хоть какое-то подобие логики решительно невозможно. Что ж, попытаемся вникнуть в них поглубже, вдруг что-то упущено? Сделать это будет сложно хотя бы в силу того, что само по себе изложение идей еврогениев в исполнении Бореля было достаточно путанным и сумбурным, но мы попытаемся. Пассаж о том, что вся концепция – это некая матрица, где пять ключевых принципов ЕС по России – это строки, а сдерживание, противодействие и взаимодействие представляют собой некие столбцы, оставлю без комментариев. Перейдем непосредственно к столбцам, или можно сказать, столбам, на которых зиждется сюрреалистическая конструкция русофобской матрицы. Противодействовать нашей стране собираются с большим размахом, фантазией и, так сказать, в особо крупных размерах. Прежде всего, полем противостояния должно стать так называемое постсоветское пространство, и в особенности – те его страны, которые официально являются участниками программы ЕС «Восточное партнерство». Речь, позволю себе напомнить, идет о Грузии, Украине, Молдавии, Азербайджане, а также и о государствах, с которыми у России все еще имеются не просто добрососедские, а дружеские отношения – Армении и Белоруссии. По словам Мсье Борреля, все притязания Москвы на то, что эти страны входят в сферу ее влияния, Брюссель решительно отвергает. Он намерен приложить все усилия для того, чтобы они имели возможность выдерживать российское давление и продолжать независимую, то есть исключительно ориентированную на Запад политику или же переходить к ней в будущем. В данном случае очень хочется спросить европейских умников, а где вы были, когда двое из ваших драгоценных партнеров, Баку и Ереван, сошлись в открытом военном конфликте? Остановили войну в Нагорном Карабахе не брюссельские пустобрехи, а Владимир Путин. Между превратившимися в смертельных врагов соседями встали сперва русские дипломаты, а затем и военные. Именно они хранят на этой земле мир в настоящий момент. Прибрать к рукам Россию вряд ли Мсье Баррель сможет ответить на поставленный выше простенький вопрос. Он, как заведенный, вещает о необходимости противостоять не только посягательству на территориальный суверенитет Украины, но и нарушением прав человека в самой России. То есть борьбу намерены вести и на нашей территории, все так же нагло и бесцеремонно пытаясь вмешиваться в наши внутренние дела, пытаясь указывать, как нам жить и наказывать за неповиновение. Что-то подсказывает, что после принятия такой концепции количество антироссийских решений того же ЕСПЧ вырастет в разы, как и суммы ущерба, которые европейская Фемида будет требовать возместить невинным страдальцам. Также наверняка станут более полноводными и денежные потоки финансирования разнообразных НКО и прочих структур, ведущих в нашей стране подрывную деятельность, а вопли о преследовании тех из них, кого совершенно справедливо зачислят в иностранные агенты и нежелательные организации, зазвучат еще громче. При этом сдерживать Россию на собственной территории Европейский Союз намерен как раз прежде всего борьбой с ее пропагандистскими усилиями, то есть путем создания максимально некомфортных условий для отечественных СМИ и их отдельных представителей. Также в планах противостояние нашим представителям на разного рода международных площадках, в процессе проведения мероприятий, на которых они посмеют высказать собственное мнение, да еще и будут твердо отстаивать свою позицию. Тут прежде всего ожидать следует новых антироссийских демаршей в ПАСе и прочих партнерских организациях, с которыми нам, пожалуй, и вправду давно пора распрощаться. Однако все изложенное выше – далеко не полный перечень инструментов противостояния сдерживания, припасенных Брюсселем для Москвы. Это, так сказать, присказка. Главное – впереди. В откровениях Жозепа Борреля особое внимание на себя обращает его признание в том, что ЕС нацелился на действия по ограничению тех материальных ресурсов, которые Кремль задействует для притворения в жизнь своей разрушительной и вредоносной политики. А вот это уже совсем интересно, господа. Поскольку все без исключения СМИ и цитируемые ими эксперты на Западе твердят о том, что основой благосостояния России является ее экспорт энергоносителей, то, следовательно, и удар планируется именно по отечественному нефтегазовому сектору. Других вариантов тут не имеется в принципе. Что это будет? Новые санкции? Дополнительные грабительские пошлины под предлогом защиты экологии или каким-то иным? По большому счету, не суть важна. Главное, четкие намерения Евросоюза нанести нашей стране как можно больше экономический ущерб. И намерения вполне конкретные. А как же взаимодействие, спросите вы? Да, планируется. В Брюсселе признают, что по ряду стратегических направлений, таких как борьба с пандемией коронавируса или те же климатические вопросы, достигнуть какого-либо реального прогресса без участия нашей страны проблематично. И все-таки в вопросах взаимодействия это совсем не главная тема. Будь по-другому, евробюрократы не ставили бы столько палок в колеса внедрению нашего спутника. Более всего Брюссель волнует вопрос устранения регуляторных раздражителей в сфере экономики, которые, видите ли, лишают его конкурентных преимуществ. Ради этого в ЕС готовы даже проводить как можно больше консультации с российским правительством. Не совсем понятно, о чем разговор. Все очень просто. Европейские хитрованы хотят, чтобы Москва сняла все барьеры и запреты, стоящие на пути установления их господства над нашими рынками и в конечном итоге над российской экономикой в целом. Мы будем вводить все новые и новые ограничения, а вы извольте организовать нашему бизнесу и финансам зеленую улицу. Примерно так в понимании Мсье Борреля и его коллег должны выглядеть партнерские отношения между Россией и Европой в случае максимальной реализации потенциала для сотрудничества. Правда, главный дипломат ЕС горько сетует на то, что ничего подобного не стоит ожидать в сколько-нибудь обозримой перспективе. Разве что в очень отдаленной. В настоящее же время Европейскому Союзу следует готовиться к дальнейшему ухудшению отношений с Москвой и так находящихся на предельно низком уровне. То есть, попросту говоря, в Брюсселе твердо вознамерились пробивать очередное дно, прилагая все усилия, чтобы еще больше испортить то, что уже и так окончательно испорчено. Ох, недаром официальный представитель МИД России Мария Захарова, давшая озвученной ее европейскими коллегами концепции, определение столь же меткое, сколь и нелицеприятное, упомянула о том, что писали ее люди, совершенно не знающие истории. Нет, права она и насчет превалирующих над креативностью фобий, и насчет явных проблем с восприятием реальности. Но вот касательно истории, это в данном случае особенно уместно. Уж сколько раз объединенная Европа, изо всех сил тяжких, пыталась взаимодействовать с нашей Родиной на свой вкус. Так, чтобы тут камня на камне не осталось, и желательно, никого живого тоже. Некоторые ведущие западные СМИ, не чинясь написали о том, что суть озвученной Борелем и компании концепции, сводится не только к стремлению сдержать Россию и оттеснить ее, очевидно, куда-то за край человеческой цивилизации, но еще и прибрать к рукам нашу страну. Именно вот так, нагло, цинично и дословно. Количество подобных прибиральщиков, останки которых разбросаны на бескрайних русских просторах, периодически забывается. В европейских головах начинают строиться планы, концепции, стратегии. Обострение ближе к концу июня — это, очевидно, традиция такая. Учите историю, господа, пока за оживление вашей памяти не взялись русские.